Время и нет конкретного замеренного расстояния. Здесь четко замерено расстояние, сидят счетчики, считают круги, известно в том, кто пробежал и так дальше. Этот пробег, он ходит восьмерку самых трудных пробегов в мире. И в чем заключается трудность, как уже Никоев сказал, всего 43 человека пробежали этот пробег. Некоторые из них пробежали по многу раз. Чемпионом является или рекордсменом, это бегун из Финляндии, Ашпиханал Альта, который пробежал 14 раз этот пробег, который, наверное, раз 7 завоевал первое место на этом пробеге. И ему на данный момент принадлежит рекорд, который он установил в 2015 году. До этого рекорд принадлежал Сгермании, бегун из Франшверк. Он был в 2006 году и держался до 2015 года. Если рассказывать немножко о себе, то я, наверное, как и вы все, в детстве немножко бегал в школе. Может, в футбол играл или еще чего-то другое. Потом, когда пошел учиться в техникум, ходил поединок в бокс, но пришел тренер на урок физкультуры и вдохновил нас идти заниматься лыжами. Потом я ходил заниматься лыжами, летом мы катались, то есть зимой катались на лыжах, а летом, когда не было снега, мы просто катались на бегу. Когда тренер по осени заставлял по кругу бегать довольно быстро или делать какие-то упражнения, мне это не очень нравилось. Ну, потому что устаешь или еще чего-то, я как бы особо не любил вот так бегать. А куда-то на поле длинное, там, лезь подбежать или еще какие-то дистанции, мне это нравилось. И на лыжах я тоже любил кататься. Однажды он сказал, что это был выслуженный мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Василий Федорович Гулынин. Однажды он сказал, что не говори никому, что я твой тренер, для того, чтобы меня не позорить. Ну, может, я со временем изменил свою точку зрения, не знаю, но сейчас, к сожалению, уже его нету, да, просто на земле. Ну, вот, потом я бегал немножко в армию, потом после армии в институте, и когда присоединился в марафонской команде Шичин Мой, но стал более целенаправленно тренироваться. В 92-м году первый раз я пробежал свой марафон, это было в Туапсе, на стадионе, длиной там в 400 метров. У меня получилось время 4 часа и 10 минут. Наверное, многие следи вас, и думают, что бегать более быстро, чем я пробежал свой первый марафон. Ну, вот так, сих пор я бегал там марафоны, иногда 47, но на голедене такие дистанции я как бы не выступал. В 2004-м году мой друг Олег Гребенев-Искео, которого вы видели сейчас в фильме, он первый раз пробежал вот этот пробег в 2100 миль. И он после этого приехал к нам в Санкт-Петербург и рассказывал нам об этом пробеге. Он останавливался у меня дома, мы вместе с ним бегали там по паркам, ему нравится Санкт-Петербург. Я бегал в Москву на 13 часов, пробежал там, наверное, 120 километров за 13 часов, потом подал заявку в Киев на суточный пробег, занял там второе место, пробежал 187 километров. И мне дали после этого как бы добро и разрешение бежать в Нью-Йорке 6 суток. Два раза я бежал 6 суток, но поскольку я как бы был может быть не готов, может еще чего-то, то у меня всегда возникали какие-то проблемы. Поначалу я до этого еще, ребята из Санкт-Петербурга, они уже бегали там несколько лет вот эти пробеги. Обычно, если мы бежим в марафон, то я их легко обгоняю. А так они бегали там вот эти 6 суток, а я не бегал. Когда я приехал туда, поначалу я тоже бежал быстрее них, а потом где-то третий или четвертый день, то возникает воспаление на откоснице. Если кто не знает, то вот с этой стороны мышцы есть такая, которая у нас обычно не работает, а когда ты устаешь, и другие мышцы забиваются, да ей приходится работать. И когда она воспаляется, то это боль, как будто вам ножом туда как бы делать. И поэтому вам приходится сбавить скорость, делать растяжки, еще чего-то. И в конечном итоге получалось, что я как бы там, ну где-то набегал, может 300. Первый раз у меня получилось 330 миль, а второй раз 354. То есть для того, чтобы получить разрешение на 3100 миль, надо пробегать минимум 60 миль в день, или 100 километров. Ну это где-то 96 километров в день. У меня этого как бы не было. Ну и как бы у меня еще не было желания бежать 3100 миль. В 2011 году мой друг Сунис и Олег, то есть Игорь Мудрик, первый раз бежал вот этот пробег на 3100 миль. И мы как-то с ним общались до этого, везли там на мероприятия на какие-то, бегали вместе в Киеву, вместе с ним бежали потом 6 суток, когда я бежал, мы бежали трассы. Только у него 15 минут, он не спит, а 15 минут, это он с того момента, когда он ушел с трассы, он потом там делает растяжку, может что-то съесть, может еще чего-то, поспит, может 5 минут или чуть больше. И через 15 минут он уже на трассе. И это в течение 10-10 дней. Так что, ну у него тоже это пришло не сразу, а как-то так пришло со временем. Так, поэтому у Юрия получилось первое место, у него было 730 миль, а у меня 713 миль. Спит 3 раза, вот эти 10 суток бегает по 100 км с хвостом. И спит 3 раза по 15 минут в сутках. Я хочу сказать, что это была моя наизусть. Причем, реально спит минут 5. И когда соревнования начались, то я довольно начинал хорошо бежать. Первый день пробежал 150 кругов, второй день 150 кругов. Мне ребята там подходят, говорят, здесь так еще никто не бегал. Но я думаю, буду так дальше бежать, побил мировой рекорд. Но говорят, скажи Богу о своих планах, если хочешь его рассмешить. На третий день я продолжаю в том же, как бы духе, в том же темпе. Но оказывается, Нью-Йорк, это уровень нашего Сочи, это субтропики, это температура от 30 до 40 градусов, иногда бывает повыше. И это влажность, вот 100%. И в этот день как раз была и температура, и влажность. У меня на ноге, на правой ноге появляется мозолик. Я думаю, ребята там пытаются мне что-то туда подложить, как-то лечить, еще чего-то. Я смотрю, это сбивает мою скорость, я как бы там убираю. И думаю, что мне надо как бы бежать. Но дело в том, что надо, как бы, когда короткие соревнования, там, например, марафон, или 10 километров, или 5, то ты можешь выложиться полностью, и можешь как бы бежать по максимуму вперед, и коленки не доставали бетона, то есть нормально поднимем. Ну, сотрешь немножко руки, там, рука упадет чуть, и все. И как бы, ну, вот так получалось. У меня больше тоже были какие-то проблемы, такие. Ну, потом как-то прошло вот это соревнование, я вышел немножко вперед, ну, и-то так бежал, ну, так получилось, что прибежал первым. Семь раз прочнее, чем асфальт. Поэтому нагрузка идет там на суставы, на колени, на тазобедренные суставы, на позвоночник, и на все остальное. И что мне помогает в этом случае? В этом случае мне помогает, наверное, Бубновский. С прошлого года, вот, поскольку у меня была необходимость для того, чтобы делать упражнения, я купил себе эспандеры, и беру с собой эспандеры, и там делаю упражнения. Для пресса, для спины, для рук, для плечей, для ног, ну, вот, для всего. Да, я теряю время, в этом году я делал эти упражнения три раза, может быть, минут по 20, по 30, но вот каждый раз на перерыве. Ребята в это время идут и спят, а я в это время, как бы, ну, вот, делаю упражнения, но потом, в итоге, если бывают, там, заболеть, спинают, еще чего-то, ты можешь потерять несколько дней, не бегая, а просто ходя. А если у тебя есть мышцы, то, ты, как бы, ну, есть у тебя, наверное, на чем бежать. Поэтому, ребята, которые спортсмены, я вам, как бы, не знаю, пытаюсь вдохновить вас, или как, поддерживать свою физическую форму другими упражнениями, кроме бега. Для того, чтобы у вас были крепкие суставы, для того, чтобы были крепкие мышцы, чтобы позвоночник был в порядке, то вот, пожалуйста, делайте упражнения. Может быть, упражнения надо делать правильные, не знаю, может, посмотрите на сайте, там, у Губновского, других, может быть, ребят, которые предлагают их, упражнения делать надо. Для того, упражнения, второе упражнение, это для пресса. Первое приседание. Например, на стульчик, ложитесь сами на ногу, и делайте вот для пресса упражнения. Потом третье, это когда вы держите здесь же ноги, и таз вы поднимаете вверх, это для спины будет ваше упражнение, будет укрепляться ваша спина. И так же, когда мы бегаем, то бывает у нас опускаются наши внутренние органы, как бы, ниже. Это бывает не только от того, что мы бегаем, от того, что мы ходим, от того, что мы сидим, от того, что мы живем, наши органы, бывает, опускаются ниже. И для того, чтобы они стали на свое место, то в момент, когда вы подняли вверх свой таз, вы стараетесь, как бы, подтянуть свои органы выше. и это помогает это может быть немножко поначалу идет как просто в голове вы так думаете а потом это физически так таки происходит и третье упражнение для груди и это для шеи для головы для рук это когда мы отжимаемся от пола если девочка можно отниматься от пола они могут отжиматься от стены от стола еще чего то просто стоя на коленях и отжиматься от пола потом когда у вас появятся мышцы вам будет легче это делать то вам жена как бы отжиматься ровно от пола то есть когда у вас тело все ровно и вы отжимаетесь от пола а со временем желательно поднять ноги куда-то повыше отжиматься руками когда руки ниже это хорошо для вашей головы потому что кровь пойдет в голову вы будете лучше думать вы будете не забывать ничего у вас будет память хорошая и так и так дальше вот таких три простых упражнения в лесене еще какую-то еду думал будет вкуснее я слышал раньше что она обладает лечебными вот такими свойствами куркума и так получилось что я ел мороженое потом выкидывал стаканчик и мусорный бочок был за забором за железным ударил локоть и разбил себе локоть ну идет кровь я взял эту куркуму немножко посыпал куркуму на рану и через несколько там может быть через час и может быстрее эта рана затянулась и зажила то есть довольно быстро и потом у меня появились мозолики на пальчиках такие я их пробил они снова водичка набралась там зарастает быстро и снова водичка набирается мозолик неприятно приходит там один парень володя я говорю что ты делаешь со своими мозоликами он говорит я ножницами срезаю чтобы было побольше дырочка и водичка постоянно оттуда выбегала я говорю давай снижение он срезал я получусь и туда куркумы посыпать не знаю давай попробовать мы посыпали туда куркумы и эти мозолики довольно быстро у меня зажили потом в другом месте у меня ноготь начал вырастать знаете что такое вырастает ноготь да когда он вырастает это больно а а а там кроссовки для того чтобы у нас нагады шалок вы знаете когда бежишь долгу то ноги увеличивается можно несколько размеров еще и когда они у тебя закрыты кроссовки там жарко они могут краснеет там тоже еще что-то может с ними с участками приятностей чтобы таких неприятностей не было вырезаем дырочки на кроссовках некоторые ребята связать полностью весь перед но я как-то попробовал первый раз когда еще двенадцатом году срезать весь перед у меня через минут 20 кроссовки разбились полностью я их выбросил поэтому я вырезаю только несколько тырочек чтобы воздух заходил чтобы дышал и вот с воздухом вместе заходит грязь поскольку вы как видели на видео там много машин ездить с разных сторон с одной стороны там вообще очень такая сильно напряженная трасса высокоскоростная трех других ну по поменьше движение и там грязь пыль это все заходит и когда ноготь начал вырастать грязь туда попала и пальчик стук и все стало нормально все хорошо то есть куркума явилась вот таким спасением как бы вспоминая свой первый год и последующие годы у меня тоже свои определенные проблемы первый год нам лечили мы этим подорожником еще аллазол есть такая в чехии делали когда-то до сих пор наверное делают это особо не помогало иногда помогало иногда нет а куркума как бы она явилась вот таким хорошим знаменителем и как бы после этого многие ребята тоже стали пробовать это ну и в самом деле это как бы работает он работает как медбратом госпитале и он принесет там какие-то дорогие эти пластыри в самом деле это как бы защищает она не болит когда ты бежишь на это не лечит у тебя может пройти 40 дней когда я бежал в тринадцатом году там приехал врач из германии он там выписал мне много гометических там всяких таблеток я сходил их купил там заплатил на них стоили 200 долларов и как бы ну вот пил потом приехал другой врач которого доктор гуман он говорит что у тебя от всех вот этих таблеток которые ты пьешь у тебя как бы там огонь горит в животе и как бы толку никакого нету если ты заменишь все эти таблетки просто возьмешь водичку насыпешь туда морской соли выдавишь сок несколько лимонов и чтобы это было вкуснее добавишь туда кленового сиропа он в америке ну вот как у нас березовый сок там кленовый сок только потом его выпаривает получается кленовый сироп такой сладкий и как бы если больше это пить то как бы это заменит все эти таблетки естественно мы используем такой напиток вы кто будет бежать марафон вы можете тоже использовать есть еще такие изотоники называется их нам тоже там выставляют но там химия я их не люблю а вот делаю вот такой напиток мне там на день хватает иногда литр если он заканчивается раньше но выпивает на полтора или два литра ребята сделает еще раз поэтому с прошлого года несколько может быть не еду или может быть я бегаю может по два по четыре часа в день я бегаю то есть не быстрый такой бег я продолжаю бежать питаться приблизительно даже как я питался во время бега мы постепенно постепенно уменьшаем и вот на таком расстоянии как бы помолить избавляю вот этот бег если я как-то раньше не избавлял то мои ноги распухали они становились большие не только внизу а и здесь везде я там передвигался как чилипака а вот благодаря тому что я вот бегаю вот это какое-то время может но если в этом году я на неделю раньше окончил чем другие ребята я просто приходил с утра и вместе с бегом на два или три часа и потом постепенно постепенно как бы я сбавляю потом какой-то упражнение поскольку я на соревнованиях делал вот раза три делал упражнения с эспандерами я продолжаю делать иногда бывает конечно значкой но чаще всего что делаю это тоже помогает потому что мышцы помогают сохранить и как в итоге ты восстанавливаешься быстрее если у тебя мышцы как бы селись потому что если ты движешь долго и что-то у тебя не работает например спина как бы не задействовать плечи то мышцы все уходят мы все худенькие становимся мышц у нас никаких нету только ноги более-менее и животики большие и как бы все как такие карапузики получаются а если если как бы мы дело делаем упражнения то как бы мышцы сохраняем и благодаря этому мы можем двигаться и и бежать и многие ребята которые может быть благодаря тому что я первое место может благодаря тому что быстрее бежал они вдохновились там с австрией ребята они тоже начали делать эти упражнения это помогает ну наверно все и потом как бы проходит какое-то время я начинаю снова бегать может это месяц может быть там пол месяца может две-три недели через две-три недели я начинаю помалить и бегать но у меня получается что наверное какое-то время идет как это называется восстановление а потом идет подготовка я участвую только в одних соревнованиях других соревнованиях я не участвую поэтому я где-то уровень часа час полтора я вот так бегаю потом уже когда поближе к соревнованиям может быть в мае месяце когда начинается в архангельске белая ночь и ты можешь бегать ночью а днем работать то я бегаю побольше может три-четыре часа может марафон пробегу вот так смыть эфир ну или йогурт и получается такой напиток смыть она полезна она для живота хорошая и для многих таких она наверное обладает я думаю щелочной реакцией поэтому морские водорослых комбинат который еще с 1905 года они перерабатывают там фукус и перерабатывают ламинариум то есть морскую капусту я беру с собой тоже добавляю йогурт и вот с йогуртом тоже употребляем еще спирулина я употребляю также с йогуртом потом как бы я являюсь я являюсь вегетарианцем я употребляю только вегетарианскую пищу и говоря что мясо для того чтобы оно переварилось чтобы дало энергию оно забирает 80% своей энергии на переваривание от оба поэтому большинство бегунов они вегетарианцы то есть я употребляю яйца я употребляю молочные продукты ну и все наверно все да кого игру игру немножко питание проснешься его себя не знаю как спичечную головку по подвесник важен она растворялась пока не нет потом употреблял биргу ну вот это из такого полезного потом мой помощник свечера делал три или четыре стаканчика йогурта вот там со спирулиной с кефиром и с морскими водорослями и потом дальше уже в обед ну у нас там есть кухня ты заказываешь еду какую ты хочешь и они тебе приводят с утра мне привозили творог я туда добавлял немножко льняного масла вот кушал потом яйца жарили с луком тоже и ну это сколько надо сказать это приблизительно пол литра наверное творога пол литра яиц ну может чуть поменьше не знаю ну четыре там или пять или шесть яиц вот так то есть это нормальная такая порция получается и с утра мне приносили еще говорят что ну как-то мне сказали что горошек зеленый если он берешь за мороженое потом его варишь там не знаю две минуты в блендере взбиваешь добавляешь туда чеснок ну культуристы так питается я пробовал такой ну несколько лет назад потом что-то мне не понравилось я как бы перестал его ездить даже потом обед я прошу мне более лист чтобы приносили и когда мы там лежим то обычно мы едем на ходу то есть ты взял стаканчики со стаканчиком как бы ешь если ты этот рис сухой то он попадает бывает не то голо который через которое должна идти пища которая дышит и ты закашляешься иногда у тебя бывает вся еда вернется обратно которую ты сел вчера или может быть некоторое время назад извините за такие подробности и чтобы этого не происходило то когда со временем так выработали что я прошу чтобы мне делали этот морковный сок девчонки там выдавливают и они приносят там стакан сока и несколько стаканов сока и несколько стаканов вот этого риса и помощник смешивать и еще купили лед и этот кунжут в кунжуте горят там кальция много во льне тоже там много чего хорошего есть там омега-3 омега-6 еще что-то на бледный лед он перемалывает и добавляет сюда вот эту смесь и я хочу сказать что когда я поем вот этот рис вот такую смесь то у меня есть силы бежать когда там помощника куда-то он уходит я ем там на другую еду которая у нас на столе там стоит там не знаю может пирожки какие-то или блинчики или может там суп какой-то или еще чего-то то к вечеру у меня как бы сила уходит то есть это как бы дает сил и почему более риск ну как бы я я не говорю что приносили мне боль но они удивляются почему ну наверное может быть я один из немногих которые постоянно у меня одно меню потому что оно может приедаться и как бы надо доедать но как бы на протяжении пробега я стараюсь как бы вот это употребление дальше вечером я прошу гречневую кашу чтобы вы мне делали может быть салаты может еще таки это вот такую еду но гречневую кашу тоже приходится либо все потом размешивать либо еще чем-то чтобы она была более жидкая но иногда уже ближе к концу соревнований бывает тебе уже надоедает вся эта гречневая каша и ты уже не знаешь чего тебе хочется поэтому девчонкам бывает сложно но они как-то выходят из положения кокосовая вода тоже нам очень помогает иногда бывает вот в этом году было наверное на третий день начались очень жаркие такие дни то есть дни там 37 градусов а на солнышке там далеко за 40 может быть под 50 я думаю как мы выдержим эту нагрузку и как-то местные там вот ребята которые помогают они как-то так сгруппировались там кто мороженое принесет там холодного такие целые большие кокосы они прямо там их как бы ну дырки прорывают выливают оттуда сок и ты держишь тебе стаканчик вот этого сока и сразу как-то хорошо после этого и вот так здорово хорошо пойдет скажите по 800 метровому кругу психологически насколько тяжело бегать? много кругов каждый день на протяжении там а ну 800 это не 400 а 800 это нормально уже ну чтобы у нас голова не закружилась мы один день не бегаем в одну сторону а другой день в другую сторону ну это как бы не намного облегчает ситуацию но ей надо пробегать сколько если вы хотите финишировать то надо пробегать 111 кругов если вы хотите финишировать чуть пораньше то может быть 120, 130, 150 кругов надо пробегать понятно что нам надо работать со своей головой чтобы она не сошла с ума потому что она может сказать что ты делаешь иди отсюда домой ты что дурак сюда приехал и так дальше поэтому нам на свою голову каким-то образом надо тренировать и я вам расскажу о такой случае как наши мысли влияют как бы на наши поступки значит в 15-м году когда у меня было лучшее время где-то наверное в середине пробега я говорю своему помощнику говорю иди отдохни набери сил а вечером делаешь мне хороший массаж он ушел потом пришел я захожу в нашу машину он делает массаж другому парню у меня понятно возникает ревность возникает еще чего-то я недовольный говорю забирайся отсюда чтобы тебя здесь не было и так дальше он ушел но я как бы не успокоился на этом я продолжаю как бы варить это до вечера после этого меня заболевают коленки я уже на следующий день я уже не могу бегать я просто хожу хорошо там была еще одна девушка с этого города который с которого коля я ему рассказываю какой там коля плохой какой нехороший она говорит да ты что да у него большое сердце она хочет всем помочь она о всех заботиться я говорю ничего не знаю и она ушла ушла она сказала вот этой девчонке которая с этого депале которая с Австралии та сразу бросила на работу прибежала говорит что идешь я говорю коленки ерунда все я говорю я с головой она говорит снимает свой плеер говорит послушай музыку прекрасная там индийская музыка там хор какой-то поет представь что ты в Гималаях там красивая природа озера реки там все замечательно красивый народ там танцуют пляж и так дальше я одеваю эти наушники еще ничего не успел представить и уже сразу побежал пробежал по кругу ну что все хорошо все хорошо давай куда я а там снова пошел прошел вдруг что идешь коленки валят я говорю ерунда это не коленки это голова я говорю коленки здесь а голова здесь какая она как могут быть голова если коленки на тебе вот еще музыку там электронную поличайки там типа послушаем я не люблю эту электронную музыку думаю давай давай послушаем одел ни с того ни с сего побежал думаю что я буду слушать эту электронную музыку лучше попрошу ребят пускай дадут мне ну вот которые у меня есть на тренере они дали и я побежал то есть таким образом голова работает как бы на нас в прошлом году было ну что-то а я боюсь что у меня мозголики я начал там двигаться более медленно и как бы дождик уже давно закончился а я так и продолжаю двигаться медленно меня уж там все обгоняют один за другим настроение плохое все как бы плохо и так дальше потом что-то к вечеру я только согласился что надо было музыку взять говорю ребятам принеси приплеер они принесли я один с меня как будто с головы повылетали там тараканы какие-то как бы голова очистилась я побежал как бы ну вот так как ничем не бывало потом на следующий день меня ребята спрашивают что-то случилось почему так мало кругов у меня то ли 108 получилось то ли еще сколько говорят заболел но я говорю быстрее головой заболел и вспоминаю историю которую мне рассказывал о шпиханал говорит о шпиханал я как-то однажды рассиделся на шишинмой я говорю как можно рассидеться на святого человека он говорит а что я здесь бегаю из дня в день и с года в год страдаю здесь на этой трассе и когда шишинмой приехал там давать ну с утра обычно приезжал чтобы вдохновлять бегунов там давал им какую-то или конфеты или фрукты или еще чего-то он спрятался в туалет и там шишинмой проехал несколько раз там два или три круга а этот просидел в туалете все время потом шишинмой уехал он вышел и пошел на следующий день шишинмой снова приезжает для того чтобы давать эту еду у ашпиханала уже хорошее настроение он подходит берет и шишинмой говорит о ашпиханал я вчера приехал всем кругом ни разу тебя не видел не мог бы ты взять еще одну конфету за вчерашний день и он говорит я сразу осознал что он знает все я от него не могу спрятаться в туалете или еще где-нибудь и как-то ну таким образом и на пробеге у многих ребят у нас есть такой смарана бегун который раньше финишировал 7 раз который между 2 последних года он не может финишировать и он очень здоровый у него большие крепкие мышцы крепкое тело но он не финиширует и это быстрее всего вот из ума поэтому ум как бы в этом деле как бы очень важно стараюсь занять свой ум чем-то я скажу пою песни повторяю молитвы слушаю духовную музыку это мне очень помогает если как бы вы спрашиваете про такие переживания то в этом году одна из вот та же деполя она у нас сделает интервью и она меня спрашивает какое ты духовное качество сейчас чувствуешь я ей говорю покой и ну может быть я просто так сказал покой может быть я с кем-то разговаривал перед этим покоем и потом как бы я побежал она как бы ну вот осталась и у меня плеер музыка и я чувствую как покой начинает спускаться на меня и это не знаю можно сказать как это как дождь он как бы входит внутрь тебя потом ты чувствуешь что он заполняет уже весь круг потом ты чувствуешь что он заполняет уже всю страну и потом я представляю там ну как бы молю или как можно сказать о мире о том чтобы был мир скажем там на Донбассе чтобы в Украине чтобы отношение к России изменилось я вижу поля такие подсолнухи цветут кстати сегодня ну чувствую что хороший урожай и сегодня когда я пошел бегать за Белгород я там вижу подсолнухи растут да и вспомнил вот это переживание и так проходит не знаю может быть час или сколько обычно я за час пробегаю 8 кругов а здесь вроде ты не прикладываешь никаких усилий а просто благодаря вот этому у меня там что-то 10 или 11 кругов получилось то есть скорость возрастает и ты как бы на это бежишь вот на вторых сторонах я снашил уже поменьше но поскольку там бетон 28 кроссовок снашил топоры и все остальное и если я немножко шаркаю то вот эта задняя часть стирается и если доходит до белой части то кроссовок уже работает неправильным образом начинаются проблемы с коленками или еще с чем-то поэтому кроссовки надо менять потом на следующем в следующем году у нас появился запожник который просто наклеивает резинку на эту заднюю часть то есть старую часть снимает и новую резинку наклеивает и они могут работать еще там 6 часов эти кроссовки ты платишь ему 15 долларов и 6 часов твои кроссовки еще работают потом еще раз еще раз кроссовки рассчитаны может быть на тысячу километров может быть на 700 ну в зависимости от твоего места поэтому они как бы готовы работать только вот эту резинку надо менять со временем мы нашли резину такую хорошую и их хватает уже не шить на 6 часов а может быть там на 3 раза по 6 часов каждые 6 часов когда я делаю перерывы меняю кроссовки потому что у них происходит как бы нагрузка на них они должны отдохнуть ну вот например три пары кроссовек в день а потом на следующий день снова повторяешь их еще поначалу наверное из ног выходят токсины еще что-то нехорошее если кроссовки не протереть изнутри то потом начинаются такие прыщики на их на ногах поэтому я прошу помощника чтобы они либо постирали особо на начале либо ну просто хотя бы протерли это помогает если помощника нету это надо делать самому на это уходит время либо если ты не делаешь потом страдаешь от всяких прыщиков еще когда мы двигаем то из нас выходит пот и вместе с потом выходит наверное он обладает я думаю что каких-то реакций потому что наша кожа как бы ну появляются прыщики в особенно в тех местах где там что-то трется синтетическая футболка и еще чего-то и открытием было такое тоже что мы берем газонную траву но я чувствовал себя маленьким ребенком семилетним которого приняли в семью от которого все заботятся которым все помогают что-то рассказывают и так дальше и с тех пор вот такое чувство дружной семьи как бы оно присутствует на этих соревнованиях если там что-то возникает у кого-то какая-то проблема то ты чувствуешь что эта проблема твоя и ты как-то концентрируешься на ней как-то что-то может подсказывать что-то может дашь еще как-то чтобы этот бегун тоже бежал чтобы он продолжал двигаться к цели и главное самопревосхождение это когда стараешься превзойти себя и от этого ты получаешь радость потому что если ты как бы установишь сегодня какой-то рекорд завтра твой рекорд побьет и ты будешь несчастлив потому что уже это не ты первый а если ты стараешься превзойти себя то ты всегда будешь счастлив 5 649 кругов по 883 метра с какого хода началось соревнование кто-то как это значит если как бы инициатором соревнования является организаторы марафонская команда нашли очень много вначале были соревнования которые ну вот если рассказывать о шевчином или нет давайте завтра расскажу или можно сегодня завтра кто-то не придет да придете завтра да ну тогда я расскажу более подробно завтра а сейчас скажу что соревнования начались первый раз в девяносто шестом году были проведены соревнования 2700 миль до этого проводились соревнования 700 1000 1300 и в девяносто втором году очень много вдохновил ребят проводить более длинные соревнования они искали место подготавливались сами нашли вот это место где проводить соревнования и в девяносто шестом году первый раз провели соревнования на 2700 миль и на финише и было всего 4 участника можно сказать что наш земляк Георгий Ермолаев из Битвы может быть сейчас уже не совсем земляк но вот он занял там первое место и на финише значит мой сказал что на следующий год мы пойдем дальше и вот на следующий год 97 это был были 3100 миль и с тех пор каждый год проводят ребята которые были вот первый год они думали что это будет пробный как бы шар один раз и все после этого больше ничего не будет но с тех пор каждый год они вот так проводят эти соревнования после финиша они еще добегают 13 кругов до 5000 километров уже просто после и и и и Продолжение следует...